К сожалению, мы живём в таком мире, где даже небольшой порез кожи может таить в себе серьёзную угрозу для жизни человека. Сегодня мы познакомимся с таким опасным заболеванием как столбняк. Здравствуйте, мои хорошие! Заболевание, о котором мы сегодня поговорим, с незапамятных времён уносило и по сей день продолжает уносить тысячи человеческих жизней. Впервые полное описание столбняка дал великий учёный ум прошлого Гиппократ, семья которого из-за этого недуга лишилась сына. Вплоть до конца девятнадцатого века в медицине не удавалось установить истинную причину возникновения столбняка. Однако лекари и врачеватели справедливо связывали его развитие с ранениями. Возбудителя заболевания, столбнячную палочку, удалось выделить выдающемуся российскому хирургу Нестору Дмитриевичу Монастырскому в 1883 году. Но только спустя почти полвека, в середине двадцатых годов двадцатого столетия, усилиями французского иммунолога Рамона, медицина сделала прорыв в лечении столбняка. Именно Рамону принадлежит методика получения столбнячного анотоксина, который и по сей день применяется в ходе вакцинации, защищая человечество от этого тяжёлого недуга. Не будет ошибкой сказать, что практически во всех странах третьего мира, где вакцинация не проводится, число заразившихся столбняком ежегодно превышает один миллион, а от его последствий, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, погибает около четырёхсот тысяч человек. Что же представляет из себя столбняк и почему он так опасен? Столбняк или титанус – острое инфекционное заболевание, передающееся контактным путём. Заболеть столбняком можно в любой части земного шара, но большая вероятность заражения в случае ранения наблюдается в условиях жаркого влажного климата, где наличие возбудителя болезни в почве чрезвычайно высоко, а заживление ран растягивается на длительное время. Возбудитель заболевания – спорообразующая подвижная анаэробная бактерия Клостридиум титани, которая вырабатывает один из самых сильных токсинов, встречающихся на планете – титаноспазмин. Наличие в организме титаноспазмина в количестве всего лишь двух нанограммов на один килограмм веса способно привести к смерти. Обитает бактерия в кишечнике травоядных животных, птиц и человека, куда она попадает с загрязнённой пищей. С испражнениями столбнячная палочка оказывается во внешней среде, где существует в виде спор, которые очень устойчивы к агрессивным воздействиям. Например, температуру в 90 градусов споры способны выдерживать на протяжении двух часов. Находясь в кишечнике хозяина, бактерия не вызывает никаких нарушений, а вот при попадании возбудителя в рану, лишённую доступа кислорода, из спор происходит развитие и дальнейшее размножение бактерий, сопровождающиеся выделением токсинов, которые поражают центральную нервную систему. В подавляющем большинстве случаев заражение столбняком происходит в результате ранения ног. По этой причине в народе столбняк ещё называют болезнью босых ног. А ранения могут носить различный характер – порезы, проколы, потертости, ожоги, обморожения. Даже банальная заноза способна стать причиной развития столбняка. Наиболее опасны колотые и глубокие раны, в которые отсутствует доступ кислорода. Образовавшийся в результате жизнедеятельности бактерий титаноспазмин через отростки нервных клеток проникает в центральную нервную систему, нарушая деятельность спинного и головного мозга. С момента заражения до первых симптомов проявления столбняка в среднем проходит около двух недель. Но иногда этот промежуток времени может уменьшаться до 1-4 дней или увеличиваться до месяца, в зависимости от тяжести течения. Как правило, заболевание начинается остро. Первый признак столбняка – появление тянущих болей и подергивание мышц в месте проникновения инфекции, где к этому времени зачастую уже произошло полное заживление раны. Следующим наиболее характерным симптомом столбняка являются сильные напряжения и судороги жевательных мышц, вызывающие затрудненные открывания рта. Вслед за этим развиваются судороги мимической мускулатуры, придающие лицу выражение так называемой сардонической улыбки. Человек одновременно как бы улыбается и плачет. На лбу появляются морщины, глазные щели сужаются, губы растягиваются в ширину, а углы рта опускаются. В результате спазма мышц глотки больному становится тяжело и больно глотать. Из-за нарастающего напряжения, в той или иной группе мышц, больной может принимать самые разнообразные, иногда причудливые позы. При тяжелом течении столбняка, вследствие резкого спазма мышц спины, голова запрокидывается, тело выгибается таким образом, что между спиной и постелью можно просунуть руку. Мучительные, резко болезненные судороги распространяются на все тело, вызывая удушье, паралич сердца или остановку дыхания. Из самых грозных осложнений столбняка следует отметить переломы костей, вывихи, разрывы мышц и сухожилия, вызванные сильными мышечными судорогами. И заражение крови, обусловленное наслоением вторичной бактериальной инфекции. В случае положительного исхода заболевания, выздоровление наступает не раньше, чем через 1,5-2 месяца, а реабилитационный период может растягиваться на долгие годы. Лечение столбняка проводится только в медицинской клинике, в отделении интенсивной терапии и реанимации. Без оказания квалифицированной помощи больной чаще всего погибает. Как же обезопасить себя и защититься от заражения столбняком? В первую очередь любые раны и царапины следует промыть, обработать антисептиком, перекисью водорода или раствором бриллиантовой зелени и наложить чистую сухую повязку. Тем не менее, как бы тщательно не была проведена обработка раны, в случае со столбняком этого может оказаться недостаточно. В настоящее время основой как экстренной, так и плановой профилактики столбняка является вакцинация, о необходимости которой мы с вами достаточно подробно говорили в предыдущих выпусках. Если за последние десять лет получивший ранение человек не прививался от столбняка, то ему, чтобы предотвратить вероятное заражение, следует незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение для введения противостолбнячной сыворотки. Помните, столбняк – очень коварное и тяжелое заболевание, нередко приводящее к смерти. В случае, если вы не привиты от него, не игнорируйте посещение врача. Проще обезопасить себя прививкой, нежели долго и упорно лечить как саму болезнь, так и ее последствия. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!